Всем привет! Меня зовут Арина Вискира. У меня розовый цвет волос. Если вы подписаны на меня в инстаграме, вы могли уже это видеть. Мы с Алей все-таки решили продолжить эксперименты. Волосы мягкие, прекрасно лежат. Сейчас они не такие пышные, как обычно, потому что мне их вытянули на утюжок, но цвет очень мне нравится. Я что-то ходила, ходила, грустила, никак не могла сесть записывать видео, и в итоге такая так. Наверняка не только у тебя, и судя по тому, что пишут твои друзья и знакомые в инстаграме, какое-то странное настроение ввиду изменившейся погоды, хотя я люблю зиму, но как бы снег так и не выпал. На улице мне вроде бы норм, а дома я начинаю грустить. В общем, я решила взять вернувшуюся ко мне палетку Blood Sugar. Наборчики от MAC, которые мне достались. Также, наконец-то, попробовать давно лежащие у меня кисти от Lime Crime, сделать какой-то макияж, провести конкурс для вас и поднять тем самым себе настроение. Поэтому, если вы вдруг грустите, встали не с той ноги, то давайте, как всегда, не откладывая в долгий ящик, погнали поднимать настроение друг к другу. Знаете, у нормальных людей, наверное, депрессия до дня рождения. Им грустненько, скучненько и все остальное. Меня накатило после. Я очень долго, я вообще весь день должна была снимать, но я очень долго готовилась к съемке сейчас, потому что грустненько. И я решила, что нельзя себе позволять так себя вести. У меня много новинок, подарков, запланированных для вас конкурсов. Поэтому мы с вами сейчас берем свечку. Велевет фиг. Зажигаем свечку. Ставим. Минуточку. Берем мой кофе с рисовым молоком. Я купила новый кофе, встретив свою знакомую в кофейне теплоход и пароход, кажется, они называются. У меня, в конце концов, розовые волосы. Сегодня я хочу попробовать вот эту косметичку Мак, которая мне досталась без помады. Кисти Мак из рождественской коллекции. У меня очень давно лежат вот эти вот кисти от Lime Crime, в которых очень красиво вот так вот туда-сюда летают блестки. У меня есть набор от Benefit. И на этот набор будет конкурс. И также к нам с вами вернулся Джеффри Блад Шугар. Поэтому я достала все, что у меня есть новенького. Хочу с вами поговорить, узнать, как у вас дела, как у вас настроение, как у вас состояние. Здесь была еще тушь для бровей. Я ее подарила сестре Злате. Мы достаем отсюда Professional. Тушь. Тушь сегодня буду пробовать. Пор Фэшнл. Увлажнение. Сейчас мы это все нанесем на лицо. Мне написала моя любимая подруга Настя из Питера, что Арина чем-то сделала вот этот вот макияж. И говорила она про макияж, который я делала на день рождения. Я его делала с блестками Glow Me. Поэтому сегодня я его сделаю немножко не так, как я его делала на день рождения. Но мне очень хочется с вами поболтать, узнать, у вас такое же странное состояние. Ну, то есть я человек, который любит зимы. Я не понимаю, что происходит. Для начала возьму немножечко Пор Фэшнл. Господи, он же запакованный. Я планирую минимум 3, нет, 4 конкурса. Это минимум 4 конкурса, которые я планирую провести для вас. Один из конкурсов, это конкурс на вот такой новогодний набор от Benefit. Я считаю, что он прекрасен, гениален своей простотой. И он будет проходить в Инстаграме. Вы можете перейти по ссылочке, я оставлю все условия внизу. Тушь Gimmie Brow моя любимая. Я ее подарила сестре не потому, что она мне не нравится, а потому, что у меня их штук 7, мне кажется. Про Пор Фэшнл говорить не нужно. Это продукт, вызывающий большое количество споров среди визажистов и блогеров. В каком смысле большое количество споров? В том смысле, что они понятны. Нам вообще нужно затирать поры или не нужно затирать поры? В целом оставьте ваши поры в покое, затирать их не нужно. Но иногда очень хочется, иногда бывают действительно крупные поры. И у вас есть просто внутреннее какое-то желание их затереть. Ничего лучше Пор Фэшнл я пока не встречала. Дальше я беру Бэковский эликсир и наношу его везде, где я не нанесла Пор Фэшнл, чтобы увлажнить лицо. У меня уже где-то вот столько его осталось. И я также планирую записать для вас видео. В английском языке это называется красиво. Products I hit the pen. То есть, где вы использовали до дна. По-русски мне все время... Господи, как вкусно пахнет свечка. По-русски мне все время хочется назвать это продукты, где я пробила дно. Мне кажется, звучит не очень, да? Так, потом я беру Бэка Under Eye Brighten Corrector. У меня он такой розовенький, его нужно совсем чуть-чуть. Но мне его сейчас прям хочется нанести. Это действительно праймер под консилер. И вы можете задаться справедливым вопросом. Зачем мне еще и праймер под консилер? Господь всемогущий. У меня есть праймер под тени, праймер под тон. Когда бренды успокоятся. Но он делает именно цветокоррекцию. То есть, вот у меня, как вчера Аля, когда я приехала краситься, сказала, как мне нравятся твои синяки под глазами. И Аля не сарказмировала по этому поводу. Мне они тоже нравятся. Но если вы наносите какой-то вот такой корректор, то это помогает вам в дальнейшем сверху нанести более тонкий, менее пигментированный консилер. У меня вообще есть супер новая красивая кисточка для бровей от Benefit. Но я последнее время то выезжаю кого-то красить, то снимая сама, все куда-то деваю. Это плохо. Косметичка MAC. Я сейчас на нее фокус наведу. Вы что думали? Ну это вот вообще законно. Вот эту штучку можно снять, на ключи повесить. И внутри, я знаю сейчас, что нет фокуса, и внутри у нас с вами 5 кистей с короткими ручками. Я, честно, очень люблю короткие ручки в кистях. Мне ими удобнее. Я считаю, что когда вы не визажист, удобнее работать с короткими ручками. Некоторым визажистам удобно работать с длинными ручками. У кого пальцы длиннее, и с точки зрения эстетически, как вы подбираетесь к глазу клиента, или к лицу клиента, я в какой-то момент обнаружила для себя, заказывая большое количество разных кистей, что мне удобнее работать с короткой ручкой. Там же есть еще золотой набор для лица. Тоже очень крутые. И такой набор стоит где-то 4,5 тысячи рублей, что я считаю потрясающе и уникально, учитывая, что это, блин, тени мак. Потому что... Господи, тени, кисти мак. Потому что кисти мак всегда стоят бешеных денег. Это оправданная на самом деле стоимость, потому что у меня все кисти мак, которые есть, им, ну не считая нескольких, которые я покупала там недавно, и покупала я плоские кисти, моим кистям мак лет по 11. Я считаю, что это с ума сойти, как круто. Так, теперь я беру Porefessional от Риана, наношу и пальцем растушевываю. Расскажите мне, пожалуйста. Я пытаюсь понять. Это со мной что-то не так? С погодой? Или что вообще происходит? Первую кисть беру MAC 580S ES и возьму оттенок, наверное, Sugar Cane и им зафиксирую праймер от Рианы. В общем, я не могу понять, это со мной что-то происходит или это в целом что-то происходит с миром и жизнью. Потому что я что-то прям максимально приуныла. Я до дня рождения была просто самым позитивным человеком на свете. Господи, как удобно с короткой ручкой. Самым позитивным человеком на свете. Мне все нравилось. Я что-то думала, что-то делала, куда-то бежала. А сейчас мне вот хочется не то, что лечь как мешок картошки, а я не знаю даже, что сделать. Вообще ничего не хочется делать. И меня очень это смущает, потому что планов-то громадьё. У меня вот там вот стоит и подмигивает мне пять палеток Huda Beauty. Вот эти вот, которые посвящены камням разных цветов. Их нужно снимать. Нужно много чего снимать, много что успеть к Новому году. А я прям какая-то неприятная. Вот не побоюсь этого слова. Следующая кисть 582. Да что ж ты будешь делать? Я возьму оттенок Tank Pop и начну углублять складку. Я прям не понимаю. Это какая-то проблема со мной? Это такая реакция на изменившуюся погоду? А я же всю жизнь обожала и обожаю зиму и Новый год. Если это проблема со мной, то я что-то пока не могу найти ключ к решению проблемы. При этом я долго отказывалась от того, что вообще есть какая-то проблема. Но потом я увидела пост Георга про темную помаду, которая отражает его настроение. И что настроение вот такое на ныть я не буду, поэтому давайте разговаривать про помаду. И я его понимаю. При том, что мы с ним встречались недавно на, собственно говоря, презентации коллекции Мак. А это моя отдельная боль. Не презентация коллекции Мак, а каким получился материал. Я читаю комментарии. Спасибо всем на добром слове, кто сказал, что это видео подняло ему настроение. Но я безумно переживаю по поводу того, какое качество получилось у этого видео. Оно получилось, мягко говоря, так себе. Беру предыдущую кисть и растушевываю. Повыше эти два оттенка. Предыдущий и этот. То есть Sugar Cane и Tank Pop. И я видела, что он тоже уставший, но у него вообще постоянные мастер-классы и перелеты, и то, и все, и пятое, и десятое. У меня этого нет. Но настроение, состояние лечь и лежать даже непонятно в какую сторону. И мне не хочется остановиться тем блогером, который ноет. Но, во-первых, я уже ною 11 минут без монтажа. А во-вторых, я что-то не могу понять, что мне с этим делать. Поэтому решила записать это видео и объединить наши с вами усилия. У меня дальше есть совсем маленький бочоночек, плоская кисть и кисть для подводки. А мне бы хотелось еще немного углубить складку. Поэтому для этого я возьму другую кисть. Это кисть Makeup Secret Jet 12. И возьму оттенок Cake Mix и буду им вот чуть-чуть здесь углублю складку. Расскажите мне, как вы переживаете? Может быть, это связано с тем, что было такое прекрасное теплое лето. Потому что осень была тоже какая-то восхитительная. Хотя мне уже несколько подписчиков в Инстаграме написали о том, что они уже вообще вовсю готовятся к Новому году, потому что у них минус 22. И это подписчики из Сибири. И у меня получается как-то странно, знаете, что надо, видимо, дома не сидеть. Потому что когда я выхожу из дома, мне как-то бодрее, меня и серое небо не смущает, у меня хорошее настроение. Как только у меня вот день, когда нужно, собственно говоря, спокойно сидеть, монтировать и снимать, и заниматься делами по дому, у меня начинается. Холина Арина, с которой у нас тоже обязательно будет видео до Нового года, покрасила волосы. Почти в похожий цвет, как у меня. Я ее спросила, что ж ты в покраске пошла. Что бы нам с вами сделать дальше? Дальше, наверное, надо перейти к блесткам. Для блесток я хочу использовать кисти, которыми я уже блестки делала и не портить новые кисти. А именно у меня для этого были, где они, кисточки Бобби Браун. Это не значит, что я не люблю кисти Бобби Браун, не уважаю их продукт, но это кисточки для консилера, хотелось бы ее, конечно, найти, которыми я давно пользуюсь, но уже не для консилера, а для такого вот плоского нанесения продукта. И кисти Бобби Браун, видимо, подозревая, что такое произойдет, решили уйти. Видимо, сейчас будем кисточкой тарт наносить. Дальше я вот сюда, я делала такой макияж на день рождения, наношу блестки. Блестки плохо держатся сами по себе, поэтому я беру NYX-овский глиттер-праймер, набиваю его на кисть и наношу такой, знаете, кат-крис мы будем с вами делать блестками. Мне очень нравится этот макияж, у меня с одной стороны есть ощущение, что я сделаю себе что-то такое на Новый год, а с другой стороны есть ощущение, что на Новый год я могу вообще сделать два оттенка карандаша и все. Снизу и сверху, потому что... А вот кисточка Бобби Браун. Потому что есть ощущение, что захочется чего-то легкого, а не вискеровского. И я прямо на кисть набираю блестки и начинаю их вот так вот прихлопывать. Я пока не наносила тон, потому что я понимаю, что блестки сейчас частично осыпятся мне на лицо, что неудивительно. Поэтому после того, как я наношу блестки, я беру влажную салфетку и протираю то, что осыпалось. Только после этого наношу тон. И повторяем эту операцию на втором глазу. Главное, что это быстро. Вы просто делаете обрамление цветом, какое вам там нравится, и оп-оп, и все. И по сути у вас уже абсолютно фееричный красивый макияж глаз готов. Вообще признаюсь, что на такие случаи очень хочется иметь какой-то вентилятор, который раздувает эти блестки с лица. Я беру просто икеевский полотенчик и вот стряхиваю. Мне до этого я делала влажное полотенце. Мне не нравится сейчас влажным полотенцем, по платочкам, как это называется, салфеткой влажный делать, потому что я чувствую, что влажная салфетка подснимает праймер, что логично, который я нанесла. Я чуть-чуть добиваю вот розовенький цвет здесь. Теперь я хочу перейти непосредственно к макияжу лица. Здесь последнее время мой фаворит тон катрис. ну и конечно же я опять налила себя на майку. Я до сих пор вспоминаю, ну как бы не так много времени прошло, но когда Мила сказала, ничего вообще никуда не течет. Кто тебе сказал, что что-то куда-то течет? И я просто у меня уже мне нужно купить какие-то майки, мне кажется, на Алиэкспрессе или где-то майки специально для видео или для того момента, когда я крашусь. Возвращаясь к теме наших баранов. Есть ли у вас ощущение, что вам грустно и что вообще происходит? Или нет? Может быть у вас это каждую зиму наступает. У меня реально такого вот прям ну я объясняла, я не люблю слово депрессия, но такого прям грустничка, какой у меня сейчас у меня не было мягко говоря давно. я не могу пока придумать, что же мне с этим сделать. Так, консилер хочу взять прям совсем светлый от Maybelline и совсем светлый я наношу в уголок и чуть-чуть растягиваю. Сказала она чуть-чуть и подрастянула посильнее. светлый это оттенок 03 Fair и потом я беру 02 Nude беру сказала она взяв новый неоткрытый нравится моя прическа такая тоже ненавязчивая сейчас мы какое-то время с вами покрутим оно пошло и добавляю сюда на стык и теперь блендером очень люблю волосы после салона после парикмахерска они на следующий день держат форму я правда многие подумали что мне там в покрасе волосы отрезали нет их не отрезали их просто вытянули на утюжок и чуть-чуть подровняли кончики господи ладно майка в стирку беру кисть плоскую 581 набираю оттенок танк поп на нее и прохожусь снизу вот казалось бы покрасила волосы в розовый цвет сделай синий макияж зеленый макияж коричневый нет меня потянуло на розовый монохромный такой немножечко макияж потом беру маленький бочонок 583 и набираю оттенок кенди флосс это блестящий цвет и его я наношу вокруг наших блесточек и чуть-чуть подбравь остаток давайте закончим с глазами беру тушь это роллер лэш от бенефит это любимая тушь джеффри и я кажется ее ни разу не пробовала у нее кстати удобная щеточка лопаточкой и знаете она классная прям смотрите какие у меня реснище люблю такие сюрпризы когда прям классно и красиво получается слушайте она их реально не склеивает удлиняет так что например тушь бэтбэнгал она мне очень нравилась прям нравилась нравилась я сама пошла купила как только она вышла но потом по-моему я как раз познакомилась с тушью от вайкон и поняла что бэтбэнгал все таки склеивает ресницы даже если вы чуть-чуть продукта снимаете а это мне не нравится и не идет чаще всего реснище прям одобряю так еще у меня есть как я говорила в начале нашего видео три кисточки для лица от lime crime они вот с таким вот эффектом знаете как ручки в школе были у нас есть скошенная большая пушистая маленькая пушистая скошенная хочу сделать контурирование использую палетку от линда халберг инфинити и я тут обнаружила что она выпустила вторую палетку в которой вот эти вот цвета остались а вот эти были заменены типа хайлайтеры другие и вот эти заменены на какие-то металлики включая красный немножко не поняла зачем она это сделала ну то есть вот мне отсюда больше всего нравится оттенок цигара и я была бы рада если бы эта палетка продавалась отдельными рефилами а не так как сейчас потому что все остальное так кисти lime crime естественно синтетически вы знаете они вполне вполне себе хороши аккуратно достаточно наносит продукт беру кисточку они никак не пронумерованы никак не называются та которая побольше и ей возьму бронзер от Marc Jacobs ну вот для бронзера эта кисть мягкая очень она вот делает вот так а кисть в которой я обычно наношу бронзер она более плотная знаете хочется сделать небольшой финт ушами и хочется оттенок танк поп который я наносила на глаза взять вот так чуть-чуть и нанести его как румяна прямо этой же кистью и взять маленькую кисть из этой же Lime Crime и взять оттенок Candy Floss который я наносила в уголок и его нанести как хайлайтер мне кажется я сегодня в образе принцессы пупырки и тот смешной набор MAC куда я теперь делаю карандаш из этой косметички можно полюбоподствовать секунду нашла карандаш карандаш в оттенке Boldly Bare и блеск в оттенке Holiday Miracle до того как наношу карандаш кофе еще раз вообще в этой косметичке также должна быть помада на которую вы сверху наносите блеск но по какому-то волшебному стечению обстоятельств у меня помадка немножко ушла поэтому мне подарили набор для глаз у MAC конечно потрясающие карандаши и по цвету и по пигментации блеск Holiday Miracle он такой розовато теплый с мелкими блестками я очень люблю как пахнут помады и блески MAC так проверяю все что я положила все я нанесла и так у меня поднялось настроение спасибо вам за это большое что вы вдохновляете меня на то чтобы не ныть записывать видео не впадать в состояние зимней осенней апатии и я действительно вижу результаты своей работы не побоюсь этого слова исходя из просмотров комментариев из того что вы ждете те или иные видео это круто я говорю опять таки я сто раз говорила что я человек с контуженными эмоциями поэтому я правда это ценю но плохо умею об этом говорить но я умею договариваться о подарках с брендами поэтому мы с бенефит сегодня разыгрываем вот такой набор в который входит тушь которая мне очень понравилась в который входит пор фэшнл который ну больше для баловства если у вас нет прям совсем огромных пор или если вы не любите свои поры и так же сюда входит гимми брау миниатюра тушь для бровей это моя любимая тушь для бровей я сейчас просто не пользуюсь ничем для бровей кроме зубной щетки или кисточки от бенефит которые не нашла к этому видео все условия внизу условия будут подписка на аккаунт бенефит раша в инстаграме и на меня и там же будут написаны даты когда мы объявим результаты но я думаю что это будет не через месяц к новому году и вы можете выиграть вот такую милоту для себя или в подарок кому-то из ваших друзей маме сестре мне кажется это очень милый подарок вот эту коробочку я точно не буду выкидывать она со мной останется я просто вытащу внутренности в которых стоят эти продукты надеюсь что если вы вдруг тоже немножечко грустили что мне удалось поднять настроение и вам спасибо большое за поддержку спасибо что досмотрели до конца остается со мной ставите лайки и пишите комментарии до завтра пока до're до до Продолжение следует...